Девушки отдыхают Ты главное решись Родители все поймут, я уверен в этом И имей, пожалуйста, в виду, если вдруг тебе нужно будет поговорить Подыграть То я готов Спасибо тебе За совет За желание Помочь Нормально Нормально Пока невеста там, горба тут над сканером Жених нашел себе более интересную компанию, да? Вадим, извини, пожалуйста, что я отвлекла тебя от работы Я пойду Уэй, ты чего? Ты ревнуешься? Ксюша просто коллега Она хорошая девочка, но люблю я только тебя Мне надоела Я устала Мне кажется, что мне уже ночью будут эти документы сняться Маленький, кому-то овечки снятся Почему вы не документы? Да? Только учти Это место срекса Слушай, как раз хотел тебе предложить Немедленно закончить работу И поехать заказывать свадебное путешествие Да? Да Да Поехали? Поехали Так 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 Любимый, может быть мы зря с тобой выбрали Средиземное море Нужно было выбрать Милан, столица моды Или Париж Нет В Париж мы поедим с детьми, ладно? Понимаешь, я просто с детства мечтал побывать в Диснейленде И как только мы с тобой вернемся из свадебного путешествия То сразу же займемся вопросами продолжения рода Да? Что, прям так сразу? И вообще мы с тобой договаривались завести ребенка, а не детей Нет, Вик, подожди, это принципиальный вопрос Я считаю, что один ребенок в семье, это неправильно Потому что... Да Дорогой мой, просто понимаешь После одного ребенка женщина еще может привести себя в форму А дальше, ну, это просто катастрофа Но я тебе обещаю, честное слово Я подумаю об этом, как только мы с тобой вернемся А сейчас... А сейчас я хочу мороженое С такими вот шариками, которые лопаются на языке Ты сама еще ребенок Вань, открой, пожалуйста Мне надо с тобой поговорить Послушай, есть вещи, о которых ты не знаешь Значит так, если тебя нет дома, значит ты не болен И завтра жду на работе Иначе засчитаю как прогул Понимаете, я... Я же сирота Я надеялась, что Анна Ивановна заменит мне мать Но она возненавидела меня с первого же дня Вика, я уверен, что это не так Анна, она безудержно любит сына И безумная любовь толкает на безумные поступки Да, я понимаю Просто она требует, чтобы я отказалась от свадьбы Как? Истевается надо мной Оскорбляет, когда Ватим этого не видит А я его люблю К настоящему, правда люблю Ватим считает вас отцом Дядя Вань, я вас прошу, помогите нам Не плачь, не плачь, Вика Ты, главное, береги Вадима А я уж с Анной разберусь, разберусь Мы, сообща, победим Я обещаю Спасибо Спасибо вам большое Мне нужно идти, потому что я Вадиму не сказала, что я с вами встречаюсь Спасибо вам большое До свидания Здорово, пропащ Ну, как дела, с матерью разобрался? Нет, там вопросы больше, чем ответов Ну, давай Привет Привет Ну, что мы идем? Вы идите, а я... Нужно еще позвонить Хорошо Алло, привет Привет У тебя играет второй ноктюрный Шопена? Да Он у нас вместо колыбельной Я сейчас братик укладываю Мне мама перед сном его всегда включала А ты чего звонишь-то? Я хотел извиниться за то, что бросил всю работу на тебя Шутишь? То есть ты думаешь, что я буду делать тебе одна? Ну, придешь завтра, доделаем Ладно Спокойной ночи Пока Вадим, ты идешь? Мы тебя ждем А ты молодец Ты эту лику Да этот сканер Прям как будто бы в угол поставила Да Да, Дежка И Борисыча нету Чтобы поплакться Знаешь что, твой Борисыч, между прочим Вчера мне дверь не открыл А сегодня весь день трубку не берет Как ты? Так Раз он мой, сейчас возьмет Да, я слушаю Алло, Вань Вань Кончай дурить Выходи на работу Что? Что? Плохо слышно? Ты хотела узнать, как я себя чувствую? Отвечаю Я чувствую себя плохо Копию больничного скину на почту Знаешь что? Когда человек болеет Он лежит дома А не гуляет И никаким копиям я не верю Привози оригинал Хорошо, я приеду Но не из-за больничного Да хоть уволь меня Мне все равно Я приеду в последний раз Чтобы вразумить тебя Вика мне все рассказала И я констатирую Ты сошла с ума Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Приз корлупки для Золушки У нас же как Монитор, рабочий стол Системник, журнальный Кавиатура, обеденный Ну да Викуль От работы кони дохнут Пойдем поедим И Ксюшу возьмем Мы с ней еще не договорили Мы с ней еще не договорили А разве Ты ее еще не взял? Вы же целый день проводите вместе Можно на столе Под столом Можно в конце концов Мамы в кабинете Это же настоящая экзотика Ты чего несешь, Вика? Вика, ты что? Мы просто выполняли поручение Анны Ивановны Ну да, конечно, Анны Ивановны! Кого же еще Передайте вашей Ивановне Что я горбатиться здесь больше не буду Пусть она сама этим всем занимается Вы меня достали уже все Я больше не могу! Ну свинич, я... Вика! Я не ожидал От Вики такого Поведения Достали девочку, а? Хотя Может это я старый дурак? Я, честно говоря, сама ничего не понимаю, но Пойдемте, я вам кое-что покажу Эта информация из сети удалена Я не решилась показать ее Анне Ивановне Потому что они только-только помирились с Викой Да? Угу Понимаете, Вадим, он такой Ну В общем, достоин самого лучшего И мне бы не хотелось, чтобы он совершил ошибку Смотрите, вот Это статья двухлетней давности Помолвка олигарха Сметанина С моделью Виктории Лихачевой Точно? Это она? А где сейчас этот олигарх? Угу Так, вот Спустя месяц было краткое сообщение о том, что помолвка расторгнута по инициативе олигарха Интересно А что случилось? Подробностей я не нашла, но На форуме обсуждалось, что он узнал о ней что-то нехорошее Кстати, там была ссылка на ее агентство Вот Отлично Распечатай мне все это Как бы там ни было, существуют нормы поведения в обществе И воспитанные люди их соблюдают Да Но это ты меня вынудили Я твоя невеста, я стою целый день и слушаю твое ржание А потом ты зовешь эту Ксюшу, серую мышь, с нами обедать Тебе кто право дал так пренебрежительно относиться к людям? Чем ты лучше Ксюши? Ах, ну раз ничем, я тогда пойду Что-то мне есть расхотелось А я поем Мне еще работать до вечера Да, знаю такую девчушку Была с нами несколько лет А вы, простите, кто ей собственно будете? Я? Я ей буду частный детектив Иван Борисович Ответите на пару вопросов Сразу говорю Информация оплачивается И очень хорошо Я весь внимания Простите Как у вас по имени и отчеству? Роман Григорьевич Роман Григорьевич Расскажите, пожалуйста Вот что за человек была Вика? Ну, поступки, характер Отличалась ли она от ваших девушек? Ну, глобально не отличалась Характер, как у всех, в мере стервозный Хотя был у нее один пунктик Любви не существует Нужно себя продать И дорого Она же Вику у себя охотилась на олигархов Да-да-да Она подстрелила одного Не так ли? Сметанина Да, они даже подали заявление в ЗАГС Но потом он что-то узнал, связанное с Викиным отцом И прямо на презентации прилюдно разорвал помовку Сказал, что такая женщина не может воспитывать его детей А что, отец Вики жив? Мы ничего не знаем Наши девочки-то уже интересовались подробностями Женский коллектив взаимопонимаете, да? Так ничего не выяснили Спасибо Совсем забыл Приятно иметь дело с порядочным человеком Удачи вам Мам, мы из-за тебя все Мам, хочу домой пить хочу Да не обманывай Ты только что пил Давай устрой гонки, что ли, там Не хочу машинки, не хочу гонки Хочу домой к папе Это кто тут у нас такой красавчик? Привет, как тебя зовут? Пойдем со мной? Пойдем, я тебе кое-что покажу Вери свои машинки, ни одну не забывай Пойдем Пойдем, смотри, что у меня здесь есть Красота какая Что за шум у вас тут был? А драки нету? Шум Никто не шумит Все хорошо, конечно Молодцы Давай Синеньким, а я вот тебе помогу Вот здесь солнышко нарисую Глеб, скажи, пожалуйста А ты умеешь рисовать сердечком? Нет Нет А кружочком? Нарисуешь мне вот здесь на щечке? Умею я Украшение умеешь? Кружочком Давай, попробуй Я не знаю, куда деваться А у тебя получится, я уверена А у тебя получится, я уверена Здорово ты его успокоила Ну почти получилось Почти А с братом ты нервовалась? Молодец, спасибо тебе большое С тремя братьями, ты хотела сказать То есть у вас в семье четверо детей? Угу И у меня будет не меньше Я их просто обожаю Знаешь Я никому не говорил Вы с меня неправильно поймут Но я тоже хочу не меньше четырех детей Мне надо идти на концерт Родители Икаря позвали И я просто не могу отказаться Ксюша Не надо оправдываться Просто помни, что ты сама хозяйка своей жизни Спасибо Буду через пять минут Вот пришел просить прощения И сообщить, что я узнал кое-что про нашу невесту Ну слава богу, прозрел Не понял Мой тыл устоял Да ничего Просто страна Вика Объявила стране Анне войну Пошли домой Я тебе все объясню Ну да Сейчас я считаю перевес на моей стороне Этот враг, конечно, так просто не сдается Ну вот зачем ты меня отодвинула, а? Надо было запереть в кабинете И заставить слушать, слушать и слушать Вань, ну не могу я вешать на тебя проблемы своего сына Хоть Вадик и считает, что ты заменил ему отца, но... А тебе не приходило в голову никогда Что Вадим тоже мне заменил сына Я хочу тоже заниматься его делами А ты всю жизнь меня от него отталкивала Нет Ты что, правда? Да А помнишь, как ты ему физику объяснял? Чуть не убил его Помню А как со взрослыми пацанами ходил с ним разбираться Тоже помню Да, мы же тогда тебе не рассказали Нам обоим чуть не наваляли Хорошо, милиция приехала вовремя Ты прости меня Ладно Че с Викой-то будем делать? Ну что делать, что делать Начнем с ее отца Ты же знаешь, где она прописана? Ты ее оформляла на работу А? В Кацинске Вот Вот и поеду я в этот Кацинск Вань А? Спасибо тебе Мы с Вадиком всегда знали, что ты наш Только одного я тебе не отпущу Поедем вместе Хорошо Ну вот и все Даже как-то грустно Держи Как прошел концерт вчерашний? Да, концерт чудо Играли славянские танцы дворжика Если б мне этот идиот Он меня там так взбесил, что я его просто послала Без всяких сантиментов Делаешь успехи Слушай, ты не представляешь, как он брюзжал Я понимаю, вы бы заставили слушать первую симфонию Шнитке Вот ее высидеть без подготовки Ну давай говорить честно Ее без бутылки высидеть невозможно А почему родители не вмешались? А их просто не было, представляешь? Ни моих, ни его Они сговорились Я еще из-за этого разозлялся Да уж С родителями нужно держать ухо в астрал Ксюша, съездите, пожалуйста, за пылесосом, а? Заказали, думали, и вон заберет, а он А, хорошо Мам, как Ксюша? Сама повезет пылесос? Закажи доставку Да нет там доставки Вадик, может быть ты Ксюшу довезешь, а? Адрес есть? Ага Вот Ну ты же около ресторана нашего Да? Угу Клево Поехали, Ксюша Поехали Ну вот Пока доедут, пока заберут Как раз время обеда Все, я поехала Меня Жванин на платформе ждет Молодец Ты знаешь, почему я согласился сюда приехать? Здесь за углом мой любимый ресторан Пойдем, я угощаю Ресторан за твой счет? Нет, это неудобно Если ты боишься меня объесть Закажем бизнес-ланч Ну давай Скажи, ты не замечала За мамой каких-нибудь Странных вещей? Ну может быть она Что-нибудь забывает Или как-то неадекватно ведет себя Да ты что? Анна Ивановна Самый адекватный человек В нашей библиотеке А что ты спрашиваешь? У меня есть очень странное ощущение Что за моей спиной Происходит борьба между мамой и Викой Я не понимаю От чего мама хочет ответить А ты уверен Что это именно Анна Ивановна Совершает Странные поступки? Нет Я в последнее время Вообще ни в чем не в уголе Просто Ну понимаешь, получается, что одну из двух своих самых близких женщин я совершенно не знаю Или даже обеих Что? Нет Вадим Ты маму знаешь Двадцать восемь лет А Вику сколько? Ну да Ну не мог же я так ошибаться Почему? Все совершают ошибки Главное вовремя их исправить Ты прости меня, пожалуйста Я, наверное, загрузил тебя проблемами своими Да Может Закажем десерт? Нет Ты обещал Только бизнес-ланч Ладно Да Девушка Почтайте, пожалуйста Спасибо Ксюша, пообещай мне одну вещь, пожалуйста Давай договоримся, когда проект закончится, мы вернемся сюда Я угощу тебя всеми своими самыми любимыми бродами Давай Между прочим, Ксюше нравится Вадим Ну отлично Это часть нашего со Светкой плана А ты еще спорила, что вы не интриганки? Улица больничная Три А Ну где? Где написано-то? Уважаемый Здравствуйте Здравствуйте Мы ищем родственников Виктории Лихачевой Слышали, что отец жив? Не, отец уже умер Года два как Инфаркт А мать жива Правда, из дому не выходит Инсульт Сами понимаете, никого не жалеет Хотите, я вас провожу? Ой, культурный был мужик Алексеевич Его тут все любили Учитель И Галя тоже учитель была А вы им кто? Ежели не секрет Не секрет Мы родители, жениховики Жениховики Она исчезла прямо перед свадьбой Вот мы ее и разыскиваем Жених очередной Видать, оказался не так богат, как она думала Ведь для нее деньги самое главное Ничего святого Почему вы так думаете? Я не думаю Я знаю Представляете Когда Алексеевич умер Ира, его ученица Отправилась к Вике в Москву Но требует, чтобы та его похоронила И представляете, что это лохудр ответил Что и некогда В Милан отбывает И денег не дала Вот после этого У Галины инсульт и приключился А почему Вика так поступила? Так кто же ее знает? Это же надо быть такой тварью Ее жених, который был у нее на то время Так и сказал А потом после разговора Когда все услышал Просто послал ее при всех А потом Ире Дал сто тысяч для матери На похорон Представляете? Вот такая ваша Вика Скажите спасибо, что сбежала Галя! Галя! Тебе гости Из Москвы! Кто там? Вика! И вот я спустя три года Стою у рояля А клава-то неудобный Клавиши не подписаны Что за то ты жив ногой нажимаешь? Я пришел забрать свою девушку Я не твоя девушка Мы расстались Мы с вами расстались Зачем ты ходила со мной тогда на концерт, а? Пусти меня! Запомни, и денег просто так В унитаз не спускают Детка, в этой жизни за все нужно платить Слышь, тебе девушка по-русски сказала Но и ты не владеешь Слышь, ты программист Что-то у тебя больно много стало Это что такое? Это что тут происходит? Ну-ка, ну-ка Сколько он потратил на тебя вчера? Двенадцать тысяч Двенадцать тысяч Жмот Пятнадцать И что ты рядом с ней, я больше не видел Пойдем Ты понял? Уходим И давай Кука! А ну-ка иди сюда Охрану сейчас позову Посмотри Спасибо тебе Я зла на дочку не держу Она у меня одна Поздняя Любимая Вы Кладите картошечку, кладите А если честно То она лет пять как не приезжала Почему? В чем же вы провинились-то? После школы Вика поступила В институт в Москве На бюджет Это мы с отцом ее подготовили А потом, как уехала, больше нас не навещала Гаврила, ей от этой дыры тошнит Знакомая формулировка Звонила А однажды даже заявилась Оказалось, сосед В соцсетях похвастался, что хочет дом купить Ну вот Вика и предложила ему прокрутить Деньги в какой-то ферме А через месяц обещала вернуть с большими процентами А вы ей помешали? Да Мы знали, что она не собиралась возвращать Деньги ей нужны были для того, чтобы вернуть долг После этого она сказала, что у нее больше нет родителей И уехала навсегда Алина, спасибо вам большое За теплый прием За вкусный ужин Ну нам пора Скажите, автобус там же, на той стороне останавливается? А вы разве не на машине? Нет Так вы сейчас ничем не уедете Тверской уже давно ушел А к чему эта суета? Оставайтесь, утром поедете При мне При своей невесте ты дрался за другую женщину Вика, Ксюша моя коллега Я же не могу просто стоять и смотреть, как ее унижают Только вы почему-то все время проводите вместе И она смотрит на тебя так, что я чувствую себя третьей лишней Да уже закончится вся эта работа Успокойся, уже закончилась Осталось только акты подписать Правда? Будьте мне так рады Вика Очень, очень Что ты, Вика Это все она своими ручками вышла В детстве была обычная девочка Хорошо училась В театральном кружке занималась Да В ней погибла великая актриса А в десятом классе у Вики случился роман С мальчиком Старше ее на год А он как экзамены сдал Сразу переметнулся к дочке Московского бизнесмена У них здесь дача А Вике так и заявил Теперь у него там перспектива Знаете, Вика так переживала А потом сказала, больше так она не попадется Теперь ее бог деньги Я вам сейчас ее выпускное платье покажу Выпускное Странный выбор Это ее протест Против деревни Против скромности Против традиций И судя по всему, она так и живет Любимый Мы завтра с тобой едем Заказывать ресторан на свадьбу Любимый Да, едем Я же обещал А потом я по магазинам, да? Угу Как договаривались Спасибо Спокойной ночи Ты одна Моя родная Далеко За краем света Где вода Течет живая Где конца Не знает лето Где любовная Истома Заливается В окошко Где всегда Уютно дома И колени Греет кошка Ты ни в чем Не виновата Призван Только я К ответу Мне назначена Расплата Без тебя Бродить по свету Я найду Я найду Тебя И этим Смысл Жизни Измеряю Я найду Тебя И больше Никогда Не потеряю Вот здесь подпиши И здесь Печать не забыл И хотел бы забыть Ты десять раз напомнила Я хотела тебе сказать Спасибо Я вчера поговорила С Игорем И его родителями Тяжело было? Да Мама 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 Игоря Плакала Но Они меня поняли А С Викой у тебя Все нормально было? Может быть С ней нужно поговорить Объяснить ей? Да нет Нормально все Ерунда Прошу А ты помнишь Что мы с тобой Сегодня идем в ресторан? Да Я же обещала Не могу уехать Не признавшись Вика никуда не сбегала Напротив Наш сын Собирается на ней Жениться А нам это Не очень нравится Я не сразу Но поняла Я давно Для Вики собрала Здесь фотографии Семейные Детские Отец Это когда Дочка нас еще Не стеснялась Вы передайте ей Что я ее очень люблю Очень И отец любил Несмотря ни на что Милая девочка Да, мы и тут гордились Передайте этот альбом Может у нее там шевельнется И она вспомнит Что у нее есть мать А до десерта ты снова не добралась Ну возьми хоть братьев угостишь Нет, не возьму Мне и так плохо От суммы счета А не нужно было подглядывать Возьми, пожалуйста Попробуешь И в следующий раз Будешь знать, что заказывать Остался один день, Ксюш Не могу же я просто так тебя отпустить Мне очень комфортно с тобой работать Ты понимаешь меня с полуслова Я не хочу тебя терять Завтра контрольное тестирование Да Может быть Все-таки Поговорить с мамой И забрать тебя с собой Нет, это невозможно Здравствуйте Спасибо за хороший вечер Тебя, наверное, Вика заждалась Я пойду? Спасибо Да, дядя Ваня Вадик, ты должен приехать к матери Сейчас С Викой Что-то случилось? Сейчас просто не очень удобно Сынок, это тебе нужно Давай, мы вас ждем Это что? Это тебе мама передала В смысле, она же погибла Нет Она живет в Кацинске На инвалидную пенсию А единственная дочь Не звонит, не помогает И даже не приехала На похороны отца Это правда? Это все вранье Вы знаете, что они меня предали Что из-за них Меня чуть не убили Они тебя не предали Они тебя Спасли Еще от одного Бесчестного поступка Вика Съезди к маме Она тебя очень любит И ждет Вадим Пожалуйста, выслыши меня Ты понимаешь, твоя мать Она свабриковала Все эти доказательства Она еще дядю Ваню втянула Я не верю тебе больше Ну, подумай сам Ну, откуда у нее Биллин С моего мобильного телефона И потом Как она узнала про этот долг Ну, это же просто подстава А мне хватило Ситуации с твоей матерью Чтобы понять Мы не можем быть парой У нас слишком разные отношения И к долгу, и к семье А у меня нет семьи Ну, вот видишь А у меня есть Значит так Сейчас я отвезу тебя домой Ты соберешь свои вещи И завтра съедешь Я переночую у мамы И свадьбы не будет Как ты понимаешь Сама доберусь И кольцо Оставлю себе Как моральная компенсация Алло, кто это? Это Вадим Это который нам Вкусные пирожные Передавал Да, понравились? Нам очень понравилось Можно еще присылать А вот Ксюши Наверное, нет Почему? Она почему-то плакала А ты можешь пригласить Ее к телефону? Нет Мы ее еле успокоили Она спит А, понял Передай ей, пожалуйста Что я исправил ошибку Приносим извинения Библиотека сегодня не работает У нас внезапная проверка Все, все, все Расходимся Завтра приходите Милости просим Разрешите Мам, мам Помощь нужна? Может, правовая? У меня есть отличный юрист Нет, нет Нам скрывать нечего Ребят, я вас прошу Вы вдвоем Погуляйте, пожалуйста До обеда Потом возвращайтесь Мы как раз закончим инвентаризацию Все, Ваня, пойдем Все, все, все Мам Ну, ладно Слушай, тут недалеко Есть парк Может, прогуляемся Там, кстати, можно арендовать самокат Ты умеешь ездить? Да, но плохо Ну, все-таки умеешь Ну Ну, значит, ты меня научишь Пойдем? Продолжение следует... Как-то совсем не хочется общаться с инспекторами Да? Эй Эй Странно, неужели нет никого свободного? Угу Наверное, все свободные заняты Да и дают документацию Интриганки! Ваши молодые пришли! Интриганки! Ой! Ой Хорошо-то как? Ну, слава богу А где инспекторы? Только что ушли Им у нас неинтересно Они были вообще? Были А может и не были? У нас для вас сюрприз Сюрприз Похоже, дама была права Эти куклы их правда приносят счастье Ну, конечно, они прямо приносят Да твоя мать месяц без Суньзы спать не ложилась Я надеюсь, вы имеете в виду книгу «Искусство войны» Ее Эти интриганки вели такие тут действия боевые Так что все было заранее спланировано Чувствую себя обезьянкой в цирке Да, мама Я в шоке Я и сама от тебя не ожидала Ну, я же говорил тебе, что у меня заспнуло что-то происходит Угу На самом деле я благодарен вам, дорогие родители И вам, Слава Петровна Спасибо вам большое Ну, а сейчас, мои дорогие Я хочу сообщить вам новость Я выхожу замуж Как? За кого? Доставай коробочку Ваня, я делаю тебе предложение Горько, Горько, Горько Горько, Горько, Горько 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 Горько, Горько, Горько Горько, Горько, Горько Горько, 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 Горько Субтитры сделал DimaTorzok